Добрый день! Я хочу рассказать вам об обрезке питуньи. Для чего это делается? Начинающие садоводы часто спрашивают, почему она вытягивается во время цветения и раскидывается из вазонов в разные стороны. Для этого и нужна обрезка. Но поскольку мы находимся в северных широтах Ленинградской области, это необходимо производить с 20 июня по 1 июля, чтобы она успела повторно зацвести. Смотрите мое видео, все покажу. Пришло время для того, чтобы обрезать питунью. Поскольку вы видите, что уже на ней бутон, уже на последних ветвях, на последних побегах. Для того, чтобы она так же буйно свела, как в данный момент, мы будем производить обрезку питуньи. Бесщадно ее резать, не боясь этого. И тем самым мы дадим еще корню укорениться. И она разрастется еще больше и пышнее. Первое цветение у нас было с середины мая по 30 июня. Считай, до 1 июля. Для того, чтобы она подцвела, надо обязательно ее обрезать. И все, что остальное я буду делать, сейчас вам буду показывать. Обрезаем, оставляя небольшие вот такие вот разветвления. По несколько буквально листочков от корня. Не бойтесь, режьте питунью, она у вас будет гуще и красивее. В узлах, до узла, до междоузли, где есть отводки листочков. Вот до них мы будем резать. И таким образом формировать еще крону, чтобы она была одинаковая ровная, одинаковая пушистая. И одновременно цвела. И это цветение будет до заморозков. Рекомендую всем так сделать. Посмотрим, что там внутри. Вот эти вот желтые листья обязательно удаляем. Желтые листья удаляем. Черные тоже удаляем. Подгнившие листики. Все желтые листья подгнившие. У корневой системы особенно. Вот. Очищаем стволики питуньи. Обязательно. Не бойтесь. Дергайте аккуратненько. Но вы ее не повредите. Сделайте ей только лучше. Это гниль, от которой мы должны обязательно избавиться. Избавиться. Таким образом мы ее обновляем. Как закончили обрезку питуньи, мы должны обязательно приготовить раствор. Фитоспорин. Любой раствор фитоспорина. Это будет биозащита для вашего растения от грибковых заболеваний. Я его развела вот в этом флаконе. И обязательно развести любой хилат железа. Любой. Пакетик на 10 литров воды. Разводим, добавляем в пулевизатор. И обязательно мы должны опрыскать наше растение. Сейчас я буду вам показывать, как это делается. Еще один листик черный забыла убрать. Все убираем. Таким образом мы избавляемся от всех грибковых заболеваний, которые накопились за период цветения нашей питуньки. Все обработали. Особенно около корней. Так, поскольку наша питунья буйно цвела, естественно, у нее корневая система должна немножко набраться сил для этого. Мы обязательно должны сделать подсыпку. Взяла пушистую, хорошую землю. Добавляю сюда удобрения. В данном случае это доломитовая мука, зафоска и калий. Все это перемешиваем обязательно, потому что питунья растение очень активное, корневая система у нее очень мощная, и она требует регулярного, регулярного питания. Вот мы ее подсыпаем, не жалея землицы. Подсыпаем. Подсыпаем. Еще подсыпаем. Со всех сторон подсыпали. Стряхнули. И еще подсыпаем. Корневая система получит хорошее питание. Вы видите, листья стали достаточно бледные, а были зеленые. Значит, здесь не хватает уже и азота, и железа, и фосфора, и калия. А для этого мы сделали вот эту вот почвосмесь с удобрениями. А сейчас, после того, как я все закончила, обязательно обработаю юхилатом железа. Обязательно хилат железа. Тут все некроэлементы. Она ее взбодрит. И через две недели уже появятся первые бутоны. Я обязательно сниму и вам покажу. И не забудьте по окончанию обработки обильно полить. Еще хочу сказать, обрезку нельзя делать в дождливый день по мокрой листве. День должен быть обязательно сухой. Все, обработку мы закончили. Все остальное, с остальными цветами, я буду делать то же самое. Через две недели покажу результат. Вот еще одна петуния, которую я сейчас буду обрезать. Вы также видите, что она очень буйно цвела. Просто красавица. Мне ее жалко резать, но придется. Иначе я второго цветения не добьюсь. Поскольку, вы видите, на побегах уже зацветают вот в данном моменте вот два последних бутона, вот бутоны два последних, вот видите вы, да? Я буду обрезать где-то вот досюда. Сейчас вы это все сами увидите. Вот обрезаю весь куст. Через две недели будет повторное цветение, которое не будет прекращаться до октября месяца. И вот такие же у меня петунии на подоконнике. Я их точно так же буду обрезать. Сейчас я вам покажу. Вот они уже достигли своего пика. И чтобы они у меня еще поцвели и меня так же порадовали, я их так же все обрежу. И через две недели так же покажу результат. Вот я вам показываю, как я обрезаю петунию. Вот какой букет я уже срезала. Если желаете поставить его в вазу, пожалуйста. Она вазит, достаточно долго стоит. Вот продолжаем резать. Продолжаем резать. Для междоузлия. Режем. Не жалея. Таким образом мы еще и крону сформируем. Она будет ровная, красивая. Все подрежем. И снова она у нас подцветет. Вот такими вот шикарными букетами, которые я вот сейчас срезала. Просто красота. Вот я сколько нарезала цветов. Итак, я закончила обрезку петунии. Вот в каком состоянии я ее оставила. Подсыпала хорошего грунта с удобрением. Обработала фунгицидом. И обязательно хилак железа. Для того, чтобы оно легче перенесло стрижку. И не было никаких других заболеваний. Вот посмотрите, в каком состоянии остальные петунии. Еще одна обрезанная. Еще одна. Еще одна. Еще одна. Вот еще три. И вот на подоконнике. Сегодня 29 июня. Обрезку я произвела. Через недели-две уже появятся бутоны. И в таком же состоянии они у меня на подоконнике. В таком же состоянии они у меня на подоконнике. Вот я вам обещала их показать, как я их обрезала. Подкормила, обработала. Вот еще один. И вот еще один. Все, ждем результата. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова